Дамасск В 2011 году Дума оказалась во власти террористов. Окончательно освободить город удалось в прошлом году, когда боевикам открыли гуманитарный коридор. Этому предшествовала операция «Дамасская сталь», ставшая жестким ответом убийцам на их нападения. В кровопролитных боях мятежники долго пытались удержать контроль над стратегически важным местом, устраивая жестокие казни. Не пренебрегали они и грязными методами, действуя сообща с неправительством организации «Белые каски». Последние снимали для них ролики об атаках сирийских сил, которые якобы уничтожали местных жителей. Один из таких роликов снимался в здании, в котором раньше находились магазинчики, спортивный клуб, парикмахерская и многое другое. Во время войны дружественная террористом организация оборудовала подвал под госпиталь, где снимала свои постановочные видео. На этой съемочной площадке они сняли фальшивую химическую атаку, от которой погибло 90 человек и пострадало больше 500. Ложь удалось быстро разоблачить, несмотря на обширную поддержку западных СМИ. Я лично не был в центре, но, судя по слухам и рассказам некоторых членов «Белых касок», были инструкции и поручения собрать людей вокруг центра, которые в дальнейшем будут атакованы. Конечно, люди не знали о том, что будет нападение. Об этом знали только лидеры и командиры. Мы отметили странный метод обращения к раненым после нападения. Например, некоторых детей брызгали водой, а камеры были слишком быстро готовы к съемке. Они преувеличивали количество жертв, погибших и раненых, и даже местные источники не подтвердили приведенные ими цифры. Сейчас проживающие в Думе сирийцы постепенно налаживают свой быт. С улицы убраны завалы, разрушенные здания ремонтируются, появляются совсем новые постройки. Когда-то бежавшие отсюда люди снова возвращаются обратно. Еще год назад местные жители здесь боялись выйти из своих домов. Сейчас же идет бойка распродажа вещей из рыночных прилавков, а по местным улочкам спокойно гуляют люди. Тогда не было работы. Или была работа всего на день, или выходные раз на месяц. Все было дорогое, и у людей не было денег. А сейчас люди работают, и у них есть определенный доход. Тут родился и жил тут, и я учился в России, поэтому я говорю так нормально в русском языке. Можно уже жить в русском, но только на стройке надо помогать, и можно жить нормально. Все вернулось, как раньше, и лучше стало. Как говорят сирийцы, рождение ребенка происходит за 9 месяцев. А чтобы построить город и вернуть в него жизнь, на это нужны многие годы. Сейчас большинство местных жителей не остаются в стороне, и своими руками помогают заново вернуть в Думе прежний облик. Редактор субтитров А.Семкин